И вот мы с вами стоим перед древним сооружением цивилизации Майя. Припоминайте, как складывался наш путь сюда. Мы начали во Франции, затем отправились в Чехию, ну и так далее. Я говорил, что этот квест будет сопряжен с путешествием по разным странам и местам, и сейчас мы находимся, пожалуй, в самом интересном месте этой игры. От этого здания как будто исходит дыхание древней цивилизации Майя. Давайте будем продолжать, друзья. Это квест Нибиру, часть номер 11, и вы на канале, где к играм относятся как к искусству. Турист любуется постройкой, фотографирует ее. Типичный турист. Пообщаемся с ним немного. Привет, меня зовут Арчи. Вообще-то полное имя Арчи, Вальд. Ну, лучше зовите меня Арчи. То есть вы тоже пришли полюбоваться храмом? Ну, можно и так сказать. Место чудесное, правда. Он такой величественный. Знаете, я мечтал об этом путешествии много лет. Мне удалось накопить немного денег, и вот я тут. Как жаль, что Алиса не смогла отправиться в путешествие со мной. Я говорю о своей жене. Ее зовут Алиса. Она обожает Мексику. А почему вы здесь один, без группы? Я немного задержался. Остальные уже уехали. Слушайте, мне тут пришло в голову. Могу я попросить вас об одной услуге? Понимаете, я и жена тоже. Мы будем ужасно рады, если я привезу хотя бы фотографию этой пирамиды. Ей ведь пришлось остаться дома и все такое. Ну и что вам мешает ее сделать? Я уже отщелкал две пленки пирамиды, пейзажи. Я бы так хотел снять ее изнутри. От этого бы был подарок. И я бы с радостью помог. Но у меня полно своих проблем. Да ладно вам, дружище. Вам этого ничего не стоит. А моя жена будет просто счастлива. Она так хотела поехать, но ей пришлось остаться. Заболела, понимаете? Так чего бы вам самому не сфотографировать? Этот археолог, он и говорит о съемках внутри пирамиды, а отказывается. Может быть, вы сумеете переубедить его? Хорошо, попробую. Но я ничего не обещаю. Ясно? Прекрасно. Здорово. Огромное спасибо. Когда вернетесь, я вас отблагодарю. Отдам штуку, которую нашел возле маленькой пирамиды. Хорошо, подождите здесь. Я скоро вернусь. Не волнуйтесь. Я без фотографий отсюда не уйду. Вы поговорили с археологом? Он позволит вам сделать для меня снимок? Нет, не успел. Но я обязательно с ним поговорю. Хорошо. Я подожду здесь. Друзья, хорошо, что мы вначале правой кнопкой посмотрели на Арчи, потому что теперь, если мы на него правой кнопкой кликаем, то получаем характеристику... Арчи. Арчи. Почему я сказал характеристику? Потому что Мартин произносит это имя, как будто это не имя, а характеристика. Арчи. Знаете, как говорят, когда какой-нибудь человек отчебучивает какую-то глупость, то о нем просто говорят... Вот представьте, офис. В одном кабинете работает трое сотрудников. Арчи пошел в уборную, вернулся. Потом пошел второй сотрудник, возвращается, разговаривает с третьим. Уже когда Арчи с ними нет, что... Знаешь, Арчи снова не вытер ёршиком за собой черкаши. И тот так пожимает плечами и просто говорит... Арчи. Как бы тут все понятно. Ну ладно, друзья. Мы сейчас продолжим. Я получил сообщение от хозяев, у которых я заориентуюсь в сарай, что там приехала машина стройматериалы разгрузить. Я пойду разгружу, помогу им, вернусь и мы продолжим. И вот, друзья, я снова с вами пуговичку застегнул. Продолжаем. И все же мне интересно, чем руководствовались разработчики, когда у 90% персонажей не изменили описание после разговора с ними, а вот у него поменяли и сделали Арчи. Может быть, никогда этого никто и не узнает. Так. Нет. Хорошо. Теперь давайте посетим руины первого здания, которое прям на первом экране нам попадается. Ух ты. Представьте, как сооружался этот храм. Как вырезались вот эти все узоры. Как производились головы. Да, интересно. Отверстие. Точно такое же отверстие, как и слева. А тут надо было сказать точно такое же отверстие, как и справа. Идеальной формы отверстия в камне. По каким критериям определяется идеальность отверстия? Идеальной формы отверстия в камне. Точно такое же отверстие. Так, каменный диск. Ничего не произошло. Колодец. Оттуда тянет холодом. Похоже, он очень глубокий. Дна не видно. Внизу еще что-то хлюпает. Наверное, здесь раньше запасали питьевую воду. Камушек летел довольно долго. Действительно глубоко. Нужно осторожнее, чтобы не упасть туда. Иначе все закончится здесь. Вряд ли нас кто-то услышит. За этими массивными стенами и глубоким колодцем. Так, ну это пока все здесь. Давайте посмотрим, что там происходит на археологических раскопках. Как многоголосо здесь звучит пение птиц. Их тут много. Да и другая жирность какая-то издает звуки цикады какие-то. Интересно. Сделали звуки окружения. Я не археолог. Добрый день. Ну, не такой уж он добрый. Скорее, жаркий. Откуда вы приехали? Судя по всему, вы здесь недавно. Да, я приехал только вчера. Меня зовут Мартин. Я из Европы. Меня зовут Пьер. Я работаю с Полем, а Педро наш помощник. Мы здесь торчим уже месяц, а деньги по гранту еще не получили. Нашли что-нибудь интересное? Ну, для меня здесь все интересное. Когда я думаю о том, что стал первым человеком, который вновь касается этих вещей, пролежавших здесь тысячелетия, меня охватывает такое чувство. О, да, я прекрасно вас понимаю. Мне пора, не буду вас отвлекать. Успехов. Спасибо. Он работает очень аккуратно. Нам говорить не о чем. Ваза. Разные находки из раскопок. В основном, глиняная посуда. Думаю, после реставрации они попадут в музей. И еще один археолог копает тут уже даже выше своего роста. Смог вырыть яму. Привет. Как работа? Было бы гораздо лучше, если б не эта жара. Чертов лес. Почему путь к сокровищам всегда такой муторный? И эти москиты. Я от них скоро совсем свихнусь. Даже ночью толком не поспишь. Путь к сокровищам? Что? Разве я это сказал? Это все жара. Я имел в виду сокровища науки. А, археология прекрасная наука, не правда ли? Бесспорно. Но не думаю, что это занятие для тебя. Извини, конечно. Что ты хочешь сказать? Например, твоя одежда. Ты ведь раньше в лесу не был, правда? Это просто у меня аллергия. И вообще это не твое дело. Может, лучше попьем, чем болтать? У тебя есть что-нибудь? Нет. Жаль. А то уже язык к небу присох. Работа. А над чем ты работаешь? Мы ведем раскопки могилы повелителя Майя. Майя не хоронили своих вождей в земле. Здесь? Не совсем подходящее место. Тебе не кажется? Похоже, ты не так уж хорошо разбираешься в археологии. Я зарываюсь в землю на метр! Чищу камни кисточкой, и тебе кажется, что я не знаю, что делаю? Майя не хоронили своих вождей в земле. Видишь вон ту здоровую штуку. Она называется пирамида. Именно там находится усыпальница вождей Майя. Ладно, ты прав. В археологии я полный профан. По правде сказать, это все ужасно скучно. Меня от всего этого вообще уже тошнит. Так что ты тут делаешь? Так уж и быть, расскажу тебе. Все равно одному мне не справиться. Только чтобы никому ни слова, понятно? Буду нем, как могила. Я здесь не для того, чтобы копаться в грязи. Я не такой дурак, как те двое. Я здесь, чтобы разбогатеть и всю жизнь не работать. В этой пирамиде столько золота за всю жизнь не потратишь. Ладно, я тоже кое в чем тебе признаюсь. У меня здесь цель одна. Попасть внутрь пирамиды. Похоже, мы сумеем помочь друг другу, а? И я так думаю. Только я получаю большую долю, ясно? Меня не интересует золото. Нашел дурачка. Думаешь, я в это поверю? Это долгая история. Придется тебе поверить мне на слово. Ладно, мне же лучше. Слушай, похоже, я знаю, как пробраться внутрь. Я нашел механизм, открывающий пирамиду. Тогда пойдем туда сегодня вечером. Мне времени терять нельзя. Согласен. Чем скорее я исчезну, тем лучше. Когда стемнеет, приходи ко входу в храм. Я буду тебя ждать. Договорились. Ладно, прекращаем разговор. Мои коллеги могут что-то заподозрить. Разве ему не говорили, что жадность порог? Нам говорить не о чем. Правой кнопочкой на нем описания тоже нет. Педро. Кто этот Педро? Он из вашей группы? Не совсем. Он просто добровольный помощник. Он отнюдь не археолог, зато готов работать бесплатно. Вот мы его и взяли. Странно, что он готов работать за даром. Вам не кажется? Он любитель, но утверждает, что обожает археологию. Если он хочет поучиться, почему бы и нет? Нам говорить не о чем. Нам говорить не о чем. Он раб... Так. Вернемся. И давайте... Сейчас попробуем... В развалинах... Применить наши статуэтки на эти отверстия. Не подходит. А сюда? Статуэтка слишком велика. Она не пролезет в отверстие. Статуэтка слишком велика. И вот эту. Статуэтка... Так. Такой же диалог. Статуэтка... Статуэтка... Хорошо. Так. Здесь фотографировать нечего. В нем лежит куча денег. И... Есть еще... Одна область... Которая прилегает к храму. Нет... И мы идем туда. Очень хорошо сюда вплывает саундтрек. Небольшой такой. Храм. Храм Зари. Впечатляющее сооружение. Ну вот, что касается храма Великого Ягуара, то... Он был построен прямо на месте погребения правителя. Текаля. Интересно, храм Зари так же возводился или нет? Это будет мне дополнительный вопрос для исследования. Ну а здесь статуи две на входе. Посмотрим. Она воплощает бессмертного стража храма. На месте носа странное отверстие. В отверстии ничего нет. В отверстии ничего нет. А здесь в отверстии что-то есть. В статуи вставлен какой-то цилиндр. И он явно не отсюда. Крепко держится. Кто-то из туристов, возможно, его сюда всунул. Так не выдернуть. Крепко держится. Сейчас, друзья, я вам покажу небольшой ляп. Допущенный разработчиками. Если повезет, статуэтка встанет в отверстие. Размер подходящий. И она встала. Так. Так же легко вынимается. А теперь давайте... Вставим. Попробуем вынуть эту. То есть между ними есть связь. В отверстии ничего нет. В отверстии ничего нет. И смотрите в чем ляп. Мы получили каменный цилиндр. Если мы посмотрим его описание. Он точно такой же, как тот, который дал мне Арчи. Но Арчи нам на этом этапе игры еще ничего не давал. То есть понятно, что Арчи даст нам еще один каменный цилиндр. Он точно такой же. Но да, в этом разработчики просчитались. Не учли, что его можно вытащить ранее. И описание должно быть... Так, не выдернуть. Иное. Крепко держится. Так, хорошо. Зайдем в храм. Что вы здесь делаете? Я хотел бы осмотреть храм изнутри. Он стоит того, правда? Безусловно. Простите, но у меня нет времени читать туристам лекции по истории Майя. Нет, вы меня не так поняли. Мы с вами коллеги. Неужели? Я изучал археологию и лингвистику во Франции. Тогда добро пожаловать, коллега, если вы не против, что я вас так называю. Примите мои извинения. Здесь так редко можно встретить родственную душу. Конечно, понимаю. Вам и так трудно сосредоточиться. Вы правы. Меня зовут Поль Васкис. Мартин Холланд. Очень приятно. Я уже несколько дней пытаюсь расшифровать эту надпись. В ней говорится о могиле древнего властителя. Если быть совсем точным, бессмертного властителя. Не хотите поучаствовать? С удовольствием. Почему бы и нет? Мы с Полем быстро подружились. Мои знания очень ему пригодились. Мы потратили на рельеф уйму времени, но наши старания не пропали даром. В древнем тексте говорилось о некоем божестве, которое должно вернуться к своему народу в облике бессмертного и вновь принести ему мир и процветание. Не знаю, как отблагодарить вас, Мартин. Я ломал над этим голову три дня. Не стоит благодарность. Сейчас закончу записи, но сегодня хватит. Как мне вас отблагодарить? Может, устроим небольшой пикничок? Как насчет сегодняшнего вечера в лагере? Спасибо, но придется мне отказаться от вашего предложения. Сегодня я не могу. Жаль. Ну что ж, если передумаете, приходите. Спасибо. На полу рельеф. Имя этому храму подарило само солнце. Так, интересный каменный пьедестал. Вокруг призмы высечены древние символы. По одному для каждого времени года. Я не знаю, каково их назначение. Вокруг призмы... Вокруг призмы... Я не знаю... Так... Археолог. Мой новый друг Поль. Мой новый друг Поль. Поговорим еще. Поговорим еще. Я хотел бы попросить вас об одном одолжении, Поль. Поговорим еще. Вы не позволите. Мне сделать несколько снимков внутри храма. Сделайте, хотя я и не могу сказать, что меня это радует Вы помогли мне, я ваш должник Может быть, вы окажете мне еще одну услугу? Конечно На главном раскопе лежат каменные фрагменты Мы нашли их совсем недавно Мне нужно сравнить их со своими заметками Просто скажите моему коллеге, что вы от меня Понял Я бы его самого попросил, только не хочу, чтобы он уходил с раскопа Туристы сразу начнут все лапать, сами знаете Все облапошат Конечно, я принесу Спасибо вам Несмотря на то, что это слово имеет иное значение Его можно и так применить Так Вы уже принесли мне фрагменты? Нет еще, я сейчас схожу Хорошо, я подожду Вы уже... Нет еще Хорошо Мой новый друг Фотографируем рельеф Поль повернулся попозировать Ну, хорошо, что не показал средний палец Значит, жена Арчи удивилась бы Такой фотки Ничего интересного Да К сожалению, не показал Ничего интересного в итоге Так Здесь пока что все Двинемся за фрагментами И Отдадим Арчи И его фотик Здесь еще Пленочный фотоаппарат Но сами понимаете Какого года игра Арчи Пожалуйста Пирамида изнутри Во всем своем великолепии Потрясающе Огромное вам спасибо От нас с Алисой Не за что Рад был помочь Возьмите вещи, которые я говорил Похоже, древние Мне она все равно ни к чему Еще раз спасибо Теперь мне осталось найти транспорт Чтобы догнать группу Спасибо До свидания Не за что Желаю Приятного Провести время А я буду тут Ждать транспорт Он тяжелый Тяжелее, чем должен быть камень Точно такой же цилиндр Ну и теперь становится понятно Описание вот этого Он точно такой же, как тот Который дал мне Арчи Все Действия с ним пропадают Мы ему помогли Теперь поможем полю Нам говорить не о чем Так, обращаемся к археологу Черепки Поль просил меня забрать кое-что Знаю, он уже связался со мной по рации Я все сложил сюда Отдайте ему коробку И пожалуйста, осторожнее Они очень хрупкие Не волнуйтесь Я буду осторожен Нам говорить не о чем Он работает очень аккуратно И мы будем обращаться с черепками аккуратно Вот нужный ящик Отмытые черепки готовы к консервации Так, тут не появилась диалога Нам Хорошо Теперь назад к полю Определенно надо посетить в реальной жизни эти места Так Если вставить Два вот этих цилиндра В эти статуи Ничего не произойдет И даже никакого нового диалога Мы, друзья, не получим Ладно, давайте попробуем Знаете Бывает, что ты сразу не обнаруживаешь А потом раз внезапно И находишь еще что-то новенькое Хотя Это я помню точно Ну, посмотрим В общем, ничего Слушайте, смотрю на эти пирамиды Аж захотелось еще в завоевании Америки поиграть Там же есть еще файтбэк часть Я прошел только Так, не выдернуть И в поисках Эльдорадо Файтбэк наоборот я прошел, да А Короче, там есть еще дополнение к ней Я не помню уже точно по названиям Но их можно Также попроходить на канал Там еще как раз новые Фракции подобавляли Я принес то, что вы просили Отлично, спасибо Положите на землю Только осторожно Конечно Все, с ним тоже Действия пока пропадают Вокруг призма высеть Может быть даже навсегда Так Так, друзья Теперь У нас есть два каменных цилиндра Идем в руины Подошло идеально Но эффекта ноль Второй Подошло идеально Но эффекта ноль Снова пробуем нажать На каменный диск И он плавно Уходит в стену Смотрите Откуда-то из глубин колодца К нам выезжает Плита Вот это механизмы Вот это я называю Круто Так Друзья Мы с вами сейчас подходим К самой сложной Головоломке По крайней мере По моему субъективному мнению В игре Нибиру На этой головоломке Я При первом прохождении Застрял Так и не смог ее Решить И С помощью друзей Тоже не получалось Я крутил Вертел очень долго Я оставлю все пока в таком Положении Понятно, что нам нужно Расположить шарики Так, чтобы здесь были Все желтые Здесь красные Здесь зеленые Здесь белые Эдакий Круг Рубика Я не знаю Вот Поэтому Да Я Решению Этой головоломки Посвящу Отдельную часть И я не знаю Сколько это займет Времени Сейчас Потому что По прежнему Для меня Достаточно Сложная Она Будем крутить Вместе Посмотрим Насколько Минут Накрутим Но это уже будет В следующей части А сегодняшняя Завершена Спасибо Вам за просмотр Друзья И небольшая Подшивочка После разговора С археологом Когда он попросит Нас принести Черепки Можно Взглянуть На рельеф Который мы Сфотографировали Вот Перед тем Как сфотографировать Взглянем Изображение Древнего Бога Майя В середине Символа Есть Небольшая Щель Изображение В середине Вот так Символа 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 Продолжение следует...